Тихо, тихо! Всем привет, это Айс! Сегодня мы продолжаем играть в Формула-1 2016, режим карьеры за Рено, сезон номер 2. Сегодня у нас гран-при Сузука, Япония. И перед тем, как мы отправимся на трассу, на квалификацию, давайте взглянем на турнирную таблицу. Личный зачет на ваших экранах. Как всегда, кому интересно, стопорите. А первую тройку занимают Василий Хрусталев, Рено 226 очков, Джолиан Палмер, также Рено 194 очка. И третья позиция у Ника Росберга на Мерседесе, 192 очка. До конца сезона осталось не так много гран-при, поэтому сообщу вам, что за титул чемпиона мира до сих пор теоретически борются 6 пилотов. То есть первая шестерка. Первую тройку я уже назвал. А вторую тройку возглавляет Льюис Хэмилтон, 191 очко. Себастьян Феттель, 161 очко. И Кима Райканен, также 161 очко. Именно эти 6 пилотов теоретически еще могут стать чемпионами этого сезона. Таблица Кубка Конструкторов на ваших экранах, а первую тройку занимают Рено Спорт 420 очков, Мерседес 383 очка и Скудрио Феррари 322 очка. Какие же команды сейчас теоретически могут еще стать чемпионами в Кубке Конструкторов? А я их уже назвал. Это именно три команды, которые сейчас занимают первые три позиции. А теперь, как всегда, планета и трасса Сузука, Япония. Субтитры сделал DimaTorzok Конфигурация Болида. Итак, мы находимся во втором квалификационном сегменте Гран-при Японии. Зузука. Сообщу вам, что во время практики я показал промежуточное 11 место. Поэтому, я думаю, вы прекрасно понимаете, на что я рассчитываю сейчас. Рассчитываю на 11-е хотя бы место. Ой, Алонсо уже нам мешает. Сейчас поедем на вторую попытку. Ну, как вы могли видеть, Алонсо нам помешал во время нашего быстрого круга первой попытки. Поэтому, сейчас наша вторая попытка. Ну, ее также можно назвать первой, потому что время мы никакое не поставили. Резину, к сожалению, попортили. Поэтому, сейчас речь идет, скорее всего, о 15-й позиции. Даже ни о какой ни 11-й. Также должен вам сообщить то, что я не люблю Сузуку. Многие пилоты, многие игроки в Формулу-1 любят Сузуку. Я не разделяю их любви и их мнения. Мне Сузуку всегда не нравилась. И Формула-1 16 не стала исключением. Настройки я подобрал довольно специфические. Мой болид словно летает на трассе. И его может унести любым порывом ветра. В отбойник или в гравий. Но зато мы довольно быстро набираем скорость. И неплохо ее развиваем. 1.35100. На сколько? На получать 600 тысячных. Хуже, чем во время первой квалификационной сессии. Что и требовалось доказать. Резины свежей у меня нету. Поэтому поедем так. Так, прогревочный круг Гран-при Японии начался. Тактику вы можете наблюдать на своих экранах. Две остановки. Soft, hard, hard. Такая тактика у нас будет на гонку. Если не будет никаких форс-мажоров, столкновений и так далее. И пока я еду, прогреваю свою резину. А вы наблюдаете за стартовой решеткой. Я предлагаю обсудить прошедшую Гран-при Россию. Я себе отметил пару пунктиков, которые можно обсудить. И вот так. Пункт номер один. Это худший момент гонки. Ну, правильно будет сказать. Худший момент этапа. И худший момент этапа, на мой взгляд, это весь этап целиком. По-моему, это была самая скучная гонка. В этом сезоне точно. Но я думаю, что сезона, наверное, за два вот так вот. Это самая скучная гонка. Вообще ничего не происходило. Да, было чуть-чуть обгонов на старте. Вообще минимум. Какие-то столкновения. Даже Пейскар. Но даже Пейскар не привнес никаких разнообразностей. То есть после рестарта ничего не изменилось. Если после старта все наматывали круги, и отставание росло сначала 1 секунда с круга, потом 2 секунды с круга, 3 и так далее, то после Пейскара эти разрывы опять сократились до минимума. Но опять. После того, как машина безопасности ушла с трассы, все продолжилось в таком же духе. То есть 1 секунда, 2 секунды, 3 и так далее. В общем, на мой взгляд, худший момент гонки – это полностью сама гонка. Это было ужасно, ребят. Вспомнить предыдущие сезоны. Там бывали очень захватывающие классные гонки. Видимо, для конфигурации нынешних болидов наша трасса очень не очень. Вот так будет правильнее сказать. Но все-таки есть и лучшие моменты гонки. На мой взгляд, я успею только о лучших моментах еще сказать перед стартом, потом вернемся к обсуждению. Я думаю, будут и Пейскары, и еще что-то. Лучший момент гонки, на мой взгляд, – это последние круги. Я думаю, тут все со мной согласятся. То есть старт и последние круги. Больше здесь вообще подметить нечего. Ничего интересного не было. А последние круги заставили действительно понаблюдать. Понаблюдать за тем, что происходило над Райсом. Итак, сейчас у нас старт. Потом во время гоночки я вернусь к обсуждению Гран-при России. Пожелайте мне удачи, ребят. Думаю, наша тактика сыграет. Так, обогащенку включаем. И... Гаснут огни. Срываемся с места. Реагировали лучше Сайнса. Это и болит у нас получше. Граждан очень хорошо стартанул. Как и Алонса. Жмем по тормозам, чтобы никого не влететь. Прорываемся потихонечку. О, Алонса как перед нами в лес. Я боялся, что он оттормозит нас. Смотрите как. По внешней стороне. Вот как раз то, о чем я вам говорил. У меня болит. Он просто летает, скользит по трассе пипецки. Поэтому сейчас меня немного вынесло. По-моему, как раз и Болонса, да? Я искренне извиняюсь. За такой должен давать штраф. Но его мне не дали. Это очень странно. Я же играю на правилах жестоких. Почему-то за это не дают наказание. Ну, хотя там контакт был не такой уж и сильный. Мы уже почти в очковой зоне. Перед нами масса. Я думаю, напрямую будем его атаковать. Ух, какое жесткое торможение. Обошли мы Баттона. Но он уже пристроился к нам. Я не думаю, что он сможет атаковать сейчас. Виртуальная машина безопасности. Интересно, почему. Сейчас будем атаковать. Я думаю, сейчас будут все атаковать. Палмеры лучше нас выходят из поворота. Начинают атаковать Ботоса. Отпускаем их. По внешней стороне пытаемся палмера ботей. Нет, не получается. Так, выныриваем. И палмер остается позади. Нет, не позади. Бок о бок с ним идем. Бок о бок. Два напарника на Рено. Вот поворот у меня более хорошая траектория. Поэтому у меня получается. Получается его обойти. Ох, как хорошо. Мы обходим Ботоса. Перстаппин там перетормаживал. И, видимо, из-за этого мы смогли Ботоса обойти. Два болида Рэдбула прямо передо мной. Слепстрим. Сейчас будем нырять. Не получилось нырнуть. Ну ничего, сейчас будет ДРС. Рикьярда уходит в боксы. Напарник тоже уходит в боксы. Перстаппин легкая добыча. Он, похоже, плохо вышел, что ли. Я не понял. Но мы смогли его очень легко обойти. Пока довольно напряженная гонка, поэтому не могу я поговорить с вами о Гран-при России. В небольшой трафик попал. Подержали меня. Итак, что еще по поводу Гран-при России. Разочарование Гран-при. Между двумя пилотами, я думал, это Алонсо и Дэн Рикьярда. Чьего напарника по команде мы сейчас преследуем. Почему? Я все-таки склоняюсь к Рикьярду. Почему? Потому что, во-первых, Алонсо, грубо говоря, не начал Гран-при. Ну и, во-вторых, потому что Алонсо – это разочарование всего сезона, а не гонки. Рикьярда действительно меня разочаровал. Мне было жалко. Ну, вернее, не он разочаровал, а то, что накрылась его машина, накрылась его болид. Это было разочарование на самом деле. Я думал, что, может быть, на Гран-при России Рик покажет что-то интересное, красивое. Но в итоге ничего такого не произошло. Произошла поломка тормозов. Причем очень даже необычного типа. Я таких поломок особо-то и не припомню, на самом деле. Мы явно быстрее впереди идущих болидов. И какая-то тут непонятка. А, все понятно, круговой. Харьян-то сдерживает. За счет этого мы обошли Ферстаппена. Сейчас сядем на хвост Ботасу. Я думаю, Ботаса обойдем. Вот так, вот так, вот так. Не получается. А, Харьян-то не круговой. Че я гоню-то, а? Он просто на альтернативной тактике, походу. И ребята его просто не могут объехать. Да, ребят, вы же, блин, на самой высокой сложности. Неужели вы не можете Мейнер объехать? Ботаса ошибается. Так, не получается у нас его Ботя. Ну че, сейчас мы его на этом изломе обойдем на шпильке. Или нет, ошибаюсь и я. Да, и Макс Ферстаппен пользуется моей ошибкой. Обходит меня. Вот переди длинная прямая. А перед этим еще сейчас вот этот вот поворот. Где мы попробуем нырнуть. Да, нырнули. Отлично. Еще раз ныряем. И сейчас, может быть, может быть, мы сможем атаковать Ботаса. Может быть. Хорошо, что Харьян-то 11-я. Мне прям нравится. Помогает мне. Ботас атакует. Сейчас и мы будем атаковать. Харьян-то сопротивляется, но не очень удачно. И Ботас ошибается. Вы видели, как он возвращался на трассу, блин? Это было очень опасно, на самом деле. Могли разбиться об него. Так. По итогу мы становимся седьмым. А перед нами Рикьярда, как раз о котором мы говорили. Который просто нахрен сжег свои тормоза. Я, кстати, об этом еще ничего не читал. Интересно, что там, брак или какая-то, не знаю, неисправность другого типа. Может быть, там, механическая, техническая. Вот последний пункт. Это пилот гонки. Пилот дня. На мой взгляд, это нифига не Ботас. На самом деле, здесь вообще очень тяжело выделить кого-то. Потому что, как таковых достижений не было. Но я, наверное, все-таки подмечу массу. Да, он на самом деле особо никого не обгонял по ходу гонки. Ну, во-первых, он смог неплохо квалифицироваться. Во-вторых, он неплохо провел гонку. И если бы не вот этот пит-стоп, который был у него в конце гран-при, то он бы финишировал на той же позиции, на которой стартовал. Что для массы очень даже хороший результат. Но он получил медленный прокол. Еще и сумел поднасрать немножко моему представителю моей любимой команды Фетелю. Из-за чего тот потерял отличный шанс, между прочим, атаковать Ботоса на супер длинный прямой. Многие скажут, что типа, да он бы ничего не смог сделать во время этой последней попытки. И все такое. Но, ребят, сколько людей, столько и мнений. Я считаю, что вполне себе и мог бы. Вообще, если бы масса не помешал Фетелю, могло бы быть просто развитие событий большое количество. Потому что, смотрите сами. Ботос, и не только Ботос, вообще все по ходу уикенда очень часто там ошибались. В этом самом злополучном месте, в долгом торможении, точнее, резком торможении после долгой-долгой прямой. Вообще, очень опасное место. Во-вторых, Слипстрим, ДРС, пустые баки, более свежие резины, Ботос на нервах, Фетель на кураже. И вспоминая наш, например, даже обычнейший общий чемпионат с Алексом Шеликом, мы вспоминаем, что на Гран-при России, что на этой прямой. Мы постоянно по ходу гонки друг друга опережали. Каждый круг, была смена позиций на этой самой прямой. Поэтому, ребят, тут уже... Что случилось, то случилось. Как говорится, после драки кулаками не машут, но было бы интереснее, было бы интереснее, если бы масса не помешала Фетель. Тем более, чего ему это стоило? На самом деле, по факту, отрыв у него был большой. Правильно, правильно. Впереди идущий болид, он бы догнать не мог. Чуть-чуть подольше ему... Ну, чуть посильнее ему отпустить педаль газа или нажать на педаль тормоза. Ну, тоже особо, я думаю, ничего не стоило. Возможно, здесь какие-то подводные воды, о которых мы не знаем. Может быть, там какая-нибудь старая там вражда или еще что-то. Не знаю, что случилось, что случилось. Но, тем не менее, мы вообще говорили немного о другом. Говорили о том, что кто лучший пилот. И я все-таки считаю, что это масса. Ах, да. Потому что хотел я выделить Переса, но как-то тоже ничего там особо не было. Вообще, ничего по гонке зрелищного не было. Поэтому нахрен масса. А давать ботусу лучшего пилота за то, что он, да, круто стартанул, это, на мой взгляд, ну, немного тупо. Окей, да, ты круто стартанул, старты крутые бывают у всех. А потом ты ехал по чистому треку. Это довольно легко. Делать. Намного тяжелее ехать в трафике. Это вообще знают все. Но, ребят, если вы все это выслушали, пишите свое мнение. Будет интересно почитать. Лучший момент гонки, лучший момент гонки, разочарование этапа и, конечно же, лучший пилот, по вашему мнению. А то что-то давно мы с вами не разговаривали, вот так вот просто, по-дружески. Пишите, будет интересно почитать. Эликьерда уезжает в боксы. А нам в боксы. Сейчас посмотрим. Только на шестнадцатом. А, еще, кстати, в разочаровании можно добавить то, что во время практики болит Сироткина поломался. Это было довольно печально, потому что у него там должна была быть дуэль с Палмером. И на это было бы действительно очень интересно посмотреть. А по итогу он просто даже круга не проехал. Это обидно. Он получит шанс на следующем этапе погоняться, но, к сожалению, уже не с Палмером, а с Хюлькенбергом. Что будет, не так интересно. А что касается Палмера, он в очередной раз доказывает то, что он херовый пилот и место в Формуле-1. Место в Формуле-1 скоро уйдет от него, я так подозреваю. Шестнадцатый круг и наш плановый пидстоп. Отлично. Не знаю, каким чудом, но я успел затормозить. Сейчас вы получили еще пять секунд. Ну, ну что, опять в трафик попадем? Нет, слава богу, в этот раз без трафика. Два и четыре. Очень быстро обслужили. Молодцы, ребята. Стараются. Пикарда, Квятый, Ботос обходит нас. Что получится у нас? Нет, не получается. Надо было подождать до шпильки, наверное, до вот этого излома. Просто пришлось остановиться, чтобы в Ботоса не влететь. Ладно, сейчас напрямую постараемся разобраться с ним. Сними. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, Ботос. Хорошо выходим. Очень хорошо. Тихо-тихо. Мы допускаем небольшую ошибочку. У нас на хвосте Ферстаппен. Максимка. Ботос на медиуме. Значит ли это, что он еще раз будет заезжать в бокс? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но значит ли это, что мы должны его отпускать? Вот это совсем нет. Да, Ботос уезжает в бокс. Реально. Реально уезжает в бокс. Это очень круто. И Райканена обходим. Отличная тактика. О боже, Рикьердо заехал в бокс, мы стали третьими, ребят. Это прорыв, я считаю. Это просто прорыв. Это превосходная гонка. Мы уже точно не догоним ни Росберга, ни Хэмильтона. Теперь у нас главная цель это удержать третью позицию. Класс. Если это получится, это будет очень круто. Но рано говорить гоп, потому что впереди еще целых 4 круга. А за эти 4 круга Райканен вполне себе может подобраться ко мне и попробовать атаковать. Все, отправляемся на последний круг. Льюис Хэмильтон побеждает. Вторая позиция у Росберга. А вот кто будет на третьей позиции решиться прямо сейчас. И это буду я. Третья позиция Василий Хрусталев. Замечательный импер. Замечательная гонка. Замечательный. Льюис Хэмильтон, Ник Росберг и Василий Хрусталев. Итоговый протокол на ваших экранах. Перейдем к турнирным таблицам Личный зачет на ваших экранах Как всегда, кому интересно, стопорите А я озвучу первую тройку Первая позиция Василий Хрусталев, Renault Sport, 241 очко Вторая позиция Льюис Хэмилтон, Mercedes, 216 очков И на третьей позиции Ника Росберг, 210 очков, также команда Mercedes Кубок конструкторов на ваших экранах, а я озвучу первую тройку Первая позиция Renault Sport, 443 очка Вторая позиция Mercedes, 426 очков И на третьей позиции расположилась Скудри и Феррари, 344 очка Ну а теперь посмотрим на нашу таблицу конкурсантов Ничего не заметили? Да, я думаю заметили У нас опять смена лидера Мистер Энди занимает первую позицию Хочется отметить, что красный Робин возвращается в борьбу Перейдем к вопросу, внимание на экраны Не дал, хотели опустить Хотели, пытаются остановить Михаэля, нет Михаэль, видимо, считает, что случившееся целиком вина Итак, вы увидели Михаэля Шумахера, идущего по боксам Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео Буду благодарен, если поделитесь этим видосиком Все, пока!